Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. И сегодня мы поговорим о хореографии. Тем более, что у нас в гостях специалисты по этому делу. Как наставник, так и участники этого проекта. Светлана Олеговна Рыжова, заведующая хореографического отделения детской школы «Искусств» номер 3 городского округа Люберцы. И Мария Молчанова в первом отделении, выпускница школы «Искусств» номер 3. Здравствуйте! Здравствуйте! Светлана Олеговна, я так понимаю, что хореография для вас – это всё любовь. Когда вы вошли в этот проект под названием «Хореография», сами-то, наверное, тоже танцевали? Танцевала, конечно. А где? Как всё начиналось? Путь мой начался, достаточно интересно, с художественной гимнастики. Ага. То есть со спортивной части? Со спортивной, но при этом… Гибкость, все изображения? Но при этом такой спорт, который, конечно, связан очень сильно с культурой, со сцен движения. С музыкой? С музыкой, конечно. Особенно с классической музыкой. Вот эти вот булавы, булавы или когда, эти ленты, мечи? Ну, конечно. Ленты, мяч, лента, мяч, булавы, обруч, скакалка. А ещё обруч, скакалка, да. Да. Самое страшное, всё, что вы называете, для меня это в школе было самым страшным. А для вас это были инструменты. Да, это прекрасный вид спорта, который, конечно, связан вплотную с хореографией. Абсолютно точно. И в хореографии, естественно, мне опыт мой гимнастический, естественно, помогут. Всё равно так физический опыт помогает, потому что вы видите, да, гибкость ваших, так сказать, подопечных, кому чего нужно подтянуть и так далее. Да, конечно. Но мы сейчас об этом поговорим, потому что речь у нас всё-таки о детской школе искусств номер 3. Мария, включаем вас в разговор. Вот вы же выпускница. Да, в этом году выпускница. Сколько танцуете-то уже лет? Танцую уже на протяжении 8 лет. 8 лет человек танцует. На дискотеках-то танцуете? Конечно. Или там по-другому как-то? Или лучше всех? Ну, по-разному, по настроению. Вот. Вы, я так понимаю, не расстаетесь с танцем? Будете идти дальше? Да, я не представляю себе жизнь без этого дела. Я хочу дальше поступать. А куда будете? На хореографа. На хореографа. А куда? Я хочу в Московский государственный институт культуры. То есть мы, так сказать, готовим нового наставника. Конечно. Можно так сказать. Ну и, естественно, вы сами уже все эти, так сказать, основные азы прошли. Конечно. Там ещё вас подучат. То есть можно ещё быть как-то играющим тренером. Да. Понятно. Светлана Левна, скажите, пожалуйста, все, конечно же, прекрасно понимают, что для девочки это, наверное, самый такой подходящий, как раньше говорили, кружок. А сегодня это уже ответственное целое, ну, скажем так, отделение, хореографическое отделение школы. Много сегодня желающих? Как вообще к вам попасть? Очень много желающих. К нашей радости, конечно. Попасть к нам очень просто. Очень просто. Сейчас всё это сделано так, что не выходя из дома, можно через портал госуслуг подать заявление, да, выбрать куда. Да, очень всё замечательно, просто и мы перезваниваем, и говорим, когда дни приёмных испытаний. Нужно обязательно прийти на этот экзамен, где мы с педагогами, вот у нас педагог по академическим дисциплинам, Мещерякова Любовь Викторовна, мы смотрим данные ребёнка, есть ли подготовка. Потому что в школе искусств у нас на хореографическом отделении предпрофессиональная программа. То есть это сложная программа, рассчитанная на 8 лет обучения, и это непростой путь, который нам нужно вместе будет пройти. То есть нужно пройти, конечно, ещё отбор. Ну, я так понимаю, что отбор ещё, ну, до этого ещё справки же, наверное, какие-то нужно собрать все, которые сейчас положены. Тем более, что это будет детский коллектив. Медицинская справка обязательно от педиатра. И сейчас очень ответственно врачи к этому проходят, обязательно электрокардиограмма, всё проверяется. С какого возраста? На предпрофессиональную. С какого до какого, да? На предпрофессиональную программу с 6,5 лет мы берём, до 9. А какая-то ещё есть, если не предпрофессиональная? Есть ещё общеразвивающая программа. Это 5 лет обучения. Но она уже попроще. Ну, вот у нас на хореографическом отделении, да, реализуются предпрофессиональные программы. И, конечно, не стоит забывать про детей, которые к нам приходят на дошкольное отделение. То есть с 3 лет мы берём деток и их учим. И к 7 годам мы получаем уже... Уже артистов. Уже артистов готовых. Артистов и родителей, которые понимают, ради чего они здесь. Понятно. Мария, а вы как пришли? Вас кто-то приволок или вы сами пришли? Мама отвела. Мама сказала, девочка будет танцевать. Ну, в первую очередь она хотела, чтобы осанка у меня была, конечно, чтобы развивалась. А вы хотели или вы... Сколько вам было лет? У меня было, получается, 9 лет. 9 лет. А, то есть вы поздний такой, поздний приход. А до 9 лет вы чем занимались? Ну, я и рисованием. Я вообще очень люблю творчество. Ага, гуманитарий. Да. И шью, и стихи читаю. Вот. Ну и плюс ещё танцую. Ну, прям как это, в дворянской семье, как положено должно быть. Ну, в 9 лет вы пришли. То есть, ну, вам хотелось или были сомнения ещё какие-то? Ну, мне пока что ещё я была ребёнком, и как-то даже, ну, я не знала этого дела, не знала творчества вот этого. И поэтому... А потом уже влилась, и всё пошло по нарастающей. Я так понимаю, Саналиновна, что 9 лет – это же такой уже возраст, можно и опоздать. Да. 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 Мы в исключительных случаях, конечно, берём, да, деток таких вот уже, хотела сказать, возрастных, но... Да. Но с точки зрения профессии, да, у нас балерины тоже считаются такие, такой раз, и уже на пенсии. Правильно? Ну, Маша, я вот помню, как раз-таки даже помню вступительные испытания, как она себя показала хорошо. И, конечно, нельзя было не взять такого ребёнка, это было бы ошибкой. Моя, а вот скажите, что вам, да, вот вы, тем более, настолько влились в этот проект, в этот процесс, я бы даже сказал, что готовы идти дальше, становиться наставником, что вам так нравится в танце? Ну, потанцевали, да, и пошли делами заниматься, потом опять потанцевали, а вы прям профессионально хотите этим заниматься? Ну, конечно, когда ты выходишь на сцену, когда почувствуешь номер, проживаешь жизнь какого-то персонажа, либо играешь какую-то историю, и потом видишь улыбки зрителей. То есть вас несёт это, да, волна, так хорошо кажется всё. Конечно. И также я очень люблю детей, и очень хочу вот свой опыт передавать им. Ну, а зритель понимает, какой труд за этим стоит? Или он только видит вот эту красивую картинку, что, боже, ну, как хорошо, тела гибкие и так далее. Иногда же, наверное, и больно бывало-то? Ну, иногда да, но нужно уметь воспринимать критику, принимать её. Ну, вот, Санна Леонидовна, мы сейчас подходим к такому важному моменту, когда задаём себе вопрос с точки зрения, конечно, классики жанра, как я уже говорил, это понятно. Девчонки, кстати, мальчишки-то у вас есть или только девчонки? Конечно. Мальчишками, как всегда, дефицит, наверное, да? Дефицит, дефицит, но есть. И классные, отличные ребята. Ну, то есть они за двоих, за троих должны работать, потому что парные всякие, да? Да, да, конечно. Ну, вот тут важен такой момент, наверное, адресовать всем нашим телезрителям, которые, может быть, раздумывают, куда дать ребёнка. И, кстати, ребёнки могут тоже раздумывать, скажем так. Что даёт это не только танцевально, как сказала Мария, да, такое вот гуманитарное ощущение какого-то полёта, но с точки зрения физиологии, что даёт танец? Ну, конечно, кроме вот этого состояния успеха, да, к которому мы все идём, можно сказать, что даже и невольно, но мы все стремимся к нему. Конечно же, это полезно. Физическое развитие должно быть. Особенно сейчас, когда телефоны, планшеты, да, физическое развитие обязательно должно быть. При этом, конечно, стоит сказать, что если уже есть проблемы, например, искривление позвоночника... А они, по-моему, у всех детей есть, да, в какой-то степени? Ну, эти проблемы решить не в силах, конечно. Это уже не к нам. Но зато мы можем и отвлечь, и мы можем в совокупности работать, да, с какими-то медицинскими программами. Почему нет? Ну, и, конечно же, а духовное развитие? Хореография – это и про духовное развитие. Философия определённая. Это и философия. Ну, дети наши очень много всего знают. Плюс с шестого класса вводятся предметы – это история хореографического искусства. То есть дети всю теорию всё проходят, всё знают. Ну, тем более, что в нашей стране эта хореография ОГО какую историю имеет. Конечно. И по некоторым, скажем так, направлениям просто первое место занимали, занимаем и будем занимать, несмотря ни на что. Но вот, Мария, скажите, а ведь это всё-таки труд. Сколько у вас вот репетиций, или как это у вас называется? Как вообще проходит обучение? Проходило? Ну, у нас репетиция шесть дней в неделю. Ой, какой... Как хорошо. Хотела сказать, какой кошмар, потом понимаю, как хорошо. Но это всё равно тяжёлый труд. Так, шесть дней. Ну, бывает по часу, по полтора часа, бывает и по два часа. Это когда у нас концерты, перед концертами бывает вообще по три, по четыре. А вот эта вот подготовка, растяжки, вот эти, как вот нам показывают в всяких документальных фильмах, когда ногу надо, я уж не знаю, куда там можно закинуть. У вас, наверное, хорошая растяжка, как танцевальная, да? Это же тоже специально, как это называется? Это же не просто тренировка, не просто репетиция, тренировка даже ещё. Это предмет. Это предмет гимнастики. А, гимнастика. Та же самая гимнастика, конечно. Да, да, конечно. Естественно, это есть. Естественно, как по-другому? Сейчас же очень на высоком уровне танцевальное искусство. Благодаря вот всевозможным проектам, да, они занимаются популяризацией нашего вида искусства, да, и они уровень поднимают очень сильно. Дети видят, какой уровень. Ну, то есть, получается, что же детская школа искусств, которая, казалось бы, ну, так сделал движение, уже хорошо, молодец, садись пять, да? А на самом деле вы уже так, по-взрослому, что называется, да, идёт отношение. Почему? Потому что, ну, будут же отчётные концерты, во второй части вы нам расскажете об этом, что у вас там проходит, как это проходит. И вот важно, наверное, то, что вот Мария говорит, да, такая самоудовлетворённость, когда понимаешь, что репетировали-репетировали, ведь нужно, может, иногда один раз показать, иногда много раз показать, когда ты вот уже, да, делаешь итог. У вас есть какое-то самое любимое воспоминание выступления, потому что всё-таки вы сейчас у нас поступать будете? Самый ваш любимый номер или, как сказать, танцевать? Ну, их очень много. Но на самом деле я очень люблю как эстрадный танец, так и народный. И вот в народном, наверное, больше всего... Сапожка, да? Ну, по-разному. В народном, наверное, больше всего я люблю хоровод, потому что это душа русского танца. И, конечно, я восхищаюсь ансамблем «Берёзка». Ну да, там есть, что подсмотреть. Да, там. Но и в хороводе хорошо хороводом-то ходить. Если что-то сбился, тебе помогут быстро, да, незаметно? Мы как раз-таки ездим на конкурсы, посвящённые Мире Кольцовой. Тоже очень эмоции. Эмоции. А в эстрадном танце что? В эстрадном танце? Ну, вот в эстрадном... У меня вот сейчас... Мы танцуем танцы, я там в образе Дракулы. И для меня это... Вы в образе Дракулы? Да, невеста. Невеста Дракулы. А, невеста Дракулы. Другое дело. То есть образ, понимаете, насколько разные образы. В одном танце Мария, она как птица-лепедь. Ну, как и должен быть артист, да. А в другом, наоборот, она меняется. И вот это здорово, когда ребёнок может примерить на себя всевозможные образы. Это очень здорово. И вот со следующего учебного года мы вводим в обучение такой предмет, как сценкультура. Чтобы ребёнок себя чувствовал достаточно уверенно на сцене. Ну, это почти театральная школа уже такая. Да, да, да. Ну, я должен сказать, Мария, у нас, к сожалению, первая часть подходит к финалу. Мы очень надеемся, что вы поступите, что у вас всё получится. И благодаря Светлане Олеговне и всем, кто работает в детской школе искусств номер 3, у вас впереди большое будущее. И не только с детьми, а, может быть, и махнуть куда-нибудь туда повыше. Всё-таки места для наставников и в хоре, и в танцевальном коллективе, и в той же «Берёзке», наверное, освобождаются иногда. Так что будем желать вам только хорошего будущего. Мы с Марией Молчановой, выпускницей детской школы искусств номер 3, городской округ Люберцы, прощаемся. А вот с Светланой Олеговной мы переходим во вторую часть. Нам важно будет узнать, какие концерты, что там проходит у вас. Ну, и увидим ещё одну выпускницу. Вернее, ещё одну очень выпускница, а участница пока ещё, да? Учащаяся детской школы искусств номер 3. Так что дождитесь после небольшого перерыва. Продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в студии Светлана Олеговна Рыжова, заведующая хореографическим отделением детской школы искусств номер 3, городского округа Люберцы. Ну, и во второй части к нам присоединяется Ксения Косюхина, ученица детской школы искусств номер 3. Если позвольте, Светлана Олеговна, первый вопрос Ксении. Ксения, а вас-то как привели или сама просилась, говорю, хочу в школу искусств? Знаете, мой танцевальный путь, он тоже довольно интересный, потому что я, как и Светлана Олеговна, начала с художественной гимнастики. А, то есть вы спортсменка? Да, я сначала, прям я маме сказала, все, я хочу на гимнастику, мама, веди меня туда. Так. Ну, мы пошли туда, я там позанималась два года, и потом говорю, все, мама, мне надоело, хочу на танцы. Вот так и началась моя история танцевальная. Вот мне кажется, что, наверное, когда девочка, занимающаяся спортом, говорит, хочу на танцы, это иногда выглядит, как будто бы вот она на что-то легкое собирается. Но так ли это? Ну, конечно, это не так. Так. Конечно, это не так, естественно. То есть это физическая подготовка, гибкость. Ну, с другой стороны, они же приходят уже что-то умеют с гимнастикой, да, и они это понимают. То есть это и самооценка у ребенка сразу другая. Выполнить, да, какой-то элемент. Да, конечно, конечно. Им, может быть, даже в чем-то и попроще. И плюс дети на гимнастике иногда не хватает именно вот этого вот творческого развития. Я вот не просто вот так прыгну, чтобы, да? Правильно? Да, да. А вот у вас что было любимое из вот этих страшных предметов? Для меня, конечно же, страшных скакалок. Наверное, для меня больше это обруч, потому что с ним как-то даже иногда бывало и полегче. То есть в ленте я могла запутаться, со скакалкой тоже не всегда все просто. А обруч можно крутить с утра до вечера. У вас дома есть обруч? Да, универсальный, да. То есть вы крутите периодически? Да. Уважуха, как говорят, да? Светлана Олеговна, давайте поговорим вот о чем. Ну, понятно, когда детки репетируют, неважно, кто пришел, кто-то с нуля, кто-то уже на физическую основу. Мы накладываем уже творческий потенциал, который есть у ребенка и у наставники, которые видят в нем. Но потом начинается самое сложное. Ну, танцевать ради просто перед друг другом неинтересно. Танцевать нужно перед людьми, правильно? Перед родителями, просто перед зрителями. Вот тема концертов. Сколько у вас проходит мероприятий? Как вы участвуете в составе школы? Отдельно? Может, ездите куда-то, в фестивалях каких-то участвуете? Конечно, выступление – это стимул для детей. Невозможно находиться все время в репетиционном зале. Поэтому у нас традиция неизменная. Это новогодний отчетный концерт. К нему дети, конечно, очень готовятся. Они его ждут. И Дед Мороз у нас со снегурочкой. И вся атрибутика. Зараподготовленная. Да, конечно. Это огромный праздник. Они очень к этому готовятся. Всегда у нас какая-то интрига, кто будет на открытии номера, кто будет у нас ведущими. Вот Ксения, она у нас практически всегда ведущая. А, то есть еще мы коллеги, можно сказать. Да, да, да. И это мероприятие, конечно, мы все ждем. Это для нас прям праздник. А сколько у вас там номеров проходит? Вообще сколько это программа? Ну, номеров 18-20. Ого! А вы приглашаете кого? Родителей, бабушки, дедушки? В общем, всех-всех-всех-всех. Всех мы приглашаем. Очень любят дети приглашать из класса своих друзей. Учителей очень любят приглашать. Это тоже хорошо. Вдруг оценку хорошую поставят. Ну, чтобы они более лояльно относились. Ну, правильно, я же говорю, не очень хорошо в математике, но как танцуют-то, да? Да, конечно. Залпом. Да. Ну и плюс, конечно, конкурсы. Вот это важно. Конкурсы, да, это оценка нашего труда. Если концерт, это мы делаем для себя, то конкурс – это оценка. У нас есть традиция точно так же. Вот такая традиция. Каждый год, всегда мы ездим на конкурс «Удаль-Люберецкая». Ага. Это традиция. К тому же он рядом, близко, в нашем любимом ДК. Вот. И, естественно, прибавляются определенные, определенного уровня конкурсы от областных до международных. А внутри, между собой, проводите какой-то конкурс? Я не знаю, кто выше прыгнет, у кого растяжка круче. Нет, не проводим. Но у нас тоже, вот у нас уже третья традиция сложилась. Да, это смотр хореографических номеров. Дети придумывают их сами. А, самостоятельная работа. Да, да. И этот смотр, он на оценку. Иногда мы делаем как конкурс, «Шаг вперед» мы его называем. Это очень интересно, потому что вот это вот соперничество, в хорошем смысле слова, оно подстегивает развиваться дальше. Да, есть. И в этом году девочки, мальчики, они ставят уже не на себя, а на ребят младших классов. А, то есть они в качестве наставника. Да, это очень интересный опыт. Ну вот давайте мы Ксению тоже подключим к нашему разговору, тем более ведущая не может долго молчать, правильно? Ксения, а вот скажите, а внутренняя атмосфера? Понятно, что есть наставники, они, конечно, знают обо всем, но не всегда. Есть же какая-то взаимопомощь или наоборот, конкурентная борьба, или мне не дали роль, которую я хотела, я хотела, ну, условно, снежинку играть, а мне дали роль, там, не знаю, метлы. Ну, знаете, у нас коллектив, он очень дружный. Да, у нас есть соперничество, но это не так, то что... Творческое только, да? Да, творческое. Мы никогда не ссоримся, то есть наши отношения в коллективе очень хорошие, и многие даже этому бы позавидовали, мне кажется. Потому что если у кого-то что-то не хватает, чего-то, что-то потеряли, что-то забыли, что-то не понимают, мы сразу друг другу придем на помощь. То есть у вас нету, как положено, например, в балете, в том же, стекла не подбрасываете в пуан. Нет, костюмы не режем, стекла не подбрасываем. Но знаете об этом, что есть такое. Да, наслышаны. Сайна, а вот как создать эту атмосферу? Почему? Потому что сейчас нас смотрят родители, опять же, которые, может быть, перед выбором стоят, или которые, кстати, может быть, сталкивались с какими-то не очень приятными моментами в других ваших коллег, скажем. Как вот преподаватель, он же должен, а, научить, сделать так, чтобы ребенок, не дай бог, не травмировался, хотя, наверное, микротравмы все равно бывают, чтобы была атмосфера, и чтобы ребенку хотелось приходить к вам? Столько задач стоит. Как вы с этим справляетесь-то? Ну, приходится, ставим задачи и постихонечку с ними справляемся, я надеюсь. Разговаривать. Надо с детьми разговаривать, в первую очередь. Во вторую очередь, разговаривать с родителями. Не всегда вот эта атмосфера, она только внутри нашего коллектива. Очень часто она еще и извне влияет. Это родители. Конечно, разговаривать. А, то есть родители могут сказать, а что это моя девочка, давно не танцует главных ролей, правильно? Конечно, конечно. Как в каком-то фильме было. Разговаривать. Мы все люди, мы должны друг друга понимать. А вот способ подачи информации, конечно, здесь нужно думать, естественно. Но с детьми, я хочу сказать, очень легко работать. Дети тебя всегда понимают. Взрослые уже, ну, это другой момент. Взрослые, да, другой подход. Это другой момент. Ну, давайте не будем трогать взрослых, лучше о детях, о костюмах. И прежде чем поговорим об этом, ну, скажем, мы совсем о тех людях, которые работают. Потому что вы же не одна работаете, у вас целая школа, директор есть и так далее. Как вообще проходит набор персонала? Потому что, ну, вот у вас это, видимо, и призвание, и желание. То есть, так, скажем, умение, желание и призвание. Все в одном сложилось. И плюс дети. Потому что с детьми работать это не каждый сможет. Конечно. Кто эти люди, которые работают у вас? У нас в школе сложился очень хороший коллектив. Это действительно так. Я говорю это без какой-либо фальши. Это команда единомышленников, которые работают в коллективе. Вот сейчас мы даже с вокалистами делаем совместные номера, очень классные, яркие, масштабные. У нас нет соперничества. Мы делаем одно дело. Также вот на отделении хореографии у нас есть предмет слушания музыки, музолитература. Ну, то есть такое всеобъемлющее как бы. Ведет Ленская Марина Владимировна. И вот она мне один раз говорит, Светлана Олеговна, ваш класс, диктант, написал лучше музыкантов. И я такая была счастливая. Я вот прям не знаю. Думаю, ну конечно, ну конечно. Ну а как, может быть, иначе. Да. Ну, по-моему, у нас была тоже в гостях, и мы говорили по поводу музыки. Вот, и она мне сказала, что, в принципе, слух есть у всех, просто не все об этом знают. Если правильно поставить задачу. Ну, вернемся к Ксении, все-таки, к тем самым, в вашем лице вы представляете целый коллектив. Я уже задавал этот вопрос. А как вот, почему мальчики не идут-то? Ну, наверное, я не знаю точно, что у них в голове, когда они решают, куда им пойти, на футбол или же на танцы. Я пошел на футбол. Да, потому что мальчики, они, скорее всего, осознают ту серьезность, то, что вот они пойдут сейчас на танцы, девочки будут лучше не гнуться, лучше их. Ага. И вот им скажут, что вы недостаточно гнетесь и так далее. А, ну, в чем-то. А еще, знаете, как может быть, возможно, им как-то даже стыдно или страшно перед своим сверстниками, потому что вот... Мы футбол играем, боксом занимаемся, а ты танцем. Да, мы футбол, мы бокс, а вы вот... Нет, ведь можно совмещать, можно же быть... Можно, и вообще, на самом деле, я очень призываю всех мальчиков, чтобы они ходили на танцы, потому что это очень круто, на самом деле. А то не с кем на дискотеке будет танцевать, все стоят, сидят, ничего не умеют двигаться. С сутбольным мячом в руках стоят, а нам-то с кем. Да, с сутбольным мячом, да, молодец. Но дело в том, что вот мы понимаем теперь, да, лайфхак такой прозвучал у нас, гнуться, да, то есть девочки лучше гнуться, да? Да, мальчики за счет силы, а мы за счет спины мы вырабатываем, нарабатываем силу мышц. Вот как. Но все равно, конечно, нам хочется красивого сочетания, когда есть парные танцы, или если это народный танец, да, там... Кстати, чего у вас больше народных, эстрадных? Какая палитра хореографических номеров? Ну, конечно же, у нас дисциплина есть, это классический танец, народный танец, эстрадный танец. Рок-н-ролл есть какой-нибудь? Рок-н-ролл? Рок-н-ролл можно, в принципе... Ну, что же спортивный, спортивный рукорол даже есть. Ну, спортивный танец, нет, рок-н-ролл мы не танцуем. Никто не показывал самостоятельно, нет, никогда не пытались? Нет, что-то вот не было такого. Слышите меня, да? Намёк при... Нет, там просто много сложных таких, есть даже целые чемпионаты проходят. Плюс, опять же, проблема будет у нас тогда в партнёре, да? Ну да, с девочкой, с девочкой это не очень хорошо танцует. Нет, только это не очень. Окей. Ну и, Ксения, ещё такой вопрос. Что вы лично получаете? Вот какое у вас ощущение? Потому что вот ваша коллега в первой части сказала, что там чуть ли не каждый день тренируетесь, репетируетесь. Я понимаю, что как профессионал, иногда уже без этого не можешь. Но вот те, которые сейчас стоят перед выбором, и девочки, и мальчики, куда пойти, что вы получаете от этого? От танцев я часто получаю умиротворение. Мне очень нравится им заниматься, потому что, когда, допустим, у меня, ну, я не знаю, оценку плохую получил, у меня плохое настроение, я прихожу на танцы, там я занимаюсь, и все мои плохие эмоции уходят, просто уходят. Вы можете получить плохую оценку. Бывает, да? Да, все не без греха. То есть это некое другое, да, состояние? Да, то есть там как-то все плохие эмоции, вся грусть, вся печаль, даже иногда злость бывает, она уходит, и, то есть в тренировку я вкладываю все свои силы, то, что потом я выхожу такая счастливая, довольная, то, что у меня всё получилось, я молодец. Как здорово, прям как в нашей профессии. А вы планируете дальше куда-то двигаться в этом направлении? Или это будет параллельная история вашей жизни? Нет, конечно, я планирую идти в культурном направлении, но я хочу пойти в ГИТИС, то есть режиссурский университет, да, на факультет постановка концертных номеров, вот, потому что все-таки танцы будут тут близко тоже. Ну, судя по тому, что мы вас в программе показываем, надеемся, что так и получится. Потом, глядишь, суперзвезда будет, и мы будем с Сланой Олеговной аплодировать. Ну что ж, Слана Олеговна, ещё раз давайте напомним, как прийти, будем завершать к вам, родителям нашим, которые смотрят. Ну, прийти очень просто, нужно подать заявление через портал госуслуг. Всё очень просто, выбираем муниципалитет, выбираем школу, детская школа искусств номер 3, с замечательным директором Соколовой Иной Николаевной, выбираем отделение хореографии. И танцуем. И с удовольствием танцуем. И танцуем. Ну что ж, огромное спасибо Слана Олеговна Рыжова, заведующей хореографического отделения детской школы искусств номер 3, городского округа Люберцы, Ксения Касюфина, ученица, ведущая и будущий режиссёр. Если она поступит и закончит ГИТИС, и ещё будет, может быть, и продюсером одновременно. Сейчас очень хорошо. Вот, мы желаем вам творческих успехов, и большое спасибо, что пришли к нам в студию. Ну а, уважаемые родители, задумайтесь, действительно, иногда стоит выбор между чем-то и чем-то, не забудьте спросить ещё мнение ребёнка. И, возможно, детская школа искусств номер 3 вам поможет. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. «Открытый диалог» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова